Мы рады приветствовать вас на канале Якутия24, это проект «Испытано на себе». И сегодня я нахожусь на белом фоне, но это не зимний наш якутский туман, а, как называется правильно, циклорама, если я не ошибаюсь, меня, может быть, поправят в фотостудии пространства, где мы сегодня будем снимать наш сюжет. Ну, а говорить мы сегодня будем о дронах. Я думаю, что вы, кто часто смотрит наши программы, наверное, уже знакомы с Николаем. Давайте еще раз познакомимся. Николай Петров. Здравствуйте. Да, человек, который снимает с воздуха, снимается с земли. В общем, очень такой разносторонний человек, да, в общем, видеооператор. В рамках передачи «Испытано на себе» мы несколько раз затрагивали эту интересную тему. И прежде чем приступить к новому выпуску, хотелось бы напомнить несколько интересных моментов. Первый из них – что нужно учитывать при регистрации квадрокоптера. Слушай, ну, вот здесь можно показать вам к разговору о бортовом номере. Вот здесь он указан, да, номер этого коптера. Вот. И, в принципе, этого достаточно. То есть наносите бортовой номер на свой коптер, регистрируйте в Росавиации через госуслуги. И все. Можно пользоваться квадрокоптером. Самое главное, вот когда вот регистрируете коптер на Бросавиации через госуслуги, надо его фотографировать на белом либо сером фоне, чтобы он был нейтральный. Когда вот фотографируете его на домашний условий, на фоне там скафа, либо дивана, его не берут. А с чем связано? Не знаю. Ну, иногда проходит, иногда нет. Лучше 100% проходит, когда вот фотографии хорошие. Ну, это, по-моему, человеческий фактор, там человек смотрит и что-то плохо сфотографирует. Значит, ты не достоин летать на модерн-поп-3. Ну, как бы, когда вот только-только дрон покупаете, проводите для него фотосессию на фоне там нейтрального. Можно вот DJI-V, я на фоне этих обоев фото на сером фоне. Ну, там прошло. Следующий интересный момент, это как подготовить дрон к полетам при очень низких температурах зимой. Перед нами рабочий дрон DJI Phantom 4, версия 2, да? Да. Если быть точнее. И самое главное, это при утеплении дрона, это закрыть все вентиляционные отверстия. Да, через которым этот будет поступать холодный воздух, да? Получается, закрываем для этого вот эти. Это обычный бумажный скотч? Обычный бумажный скотч. Почему бумажный? Он впитывает влагу. Этим он хорош. Например, если вы будете, например, использовать обычный этот целлофановый скотч, он у вас со временем отлетит. А бумажный скотч, он у вас будет держаться очень хорошо. Так. То есть, ну, мы видим все, допустим, любые полости, которые открыты, да? Да. И мы их просто заклеиваем, но не заклеиваем датчики. Сенсоры. Сенсоры. Чтобы они могли там видеть все. Так. Так же можно, в принципе, закрыть вот эти части. Ну, как бы, это уже на ваше усмотрение. Ну, и на самом деле, вот, допустим, данное утепление работает где-то до скольких градусов? До 50 спокойнее можете летать, в принципе. Если нужно уже более экстремальное использование, то уже таким способом не обойдешься? Да. Надо его полностью окутывать. Либо укутывать внутреннюю часть. То есть, с помощью пенофола. Пенофола, да. То, что мы, в принципе, наверное, не будем показывать. То есть, для того, чтобы использовать дрон в своих каких-то простых целях, при температурах до минус 50 градусов, вот этого, в принципе, достаточно. Проект наш называется «Испытанный на себе», поэтому я сейчас, чтобы вы поняли, что это достаточно простой процесс. И в куче там потребуется, чем мало. Да, минимальное количество. И вот так вот мы его заклеиваем. Все. Желательно его очень хорошо приклеить, чтобы во время полета он не отошел от корпуса. Ну что, как видите, все очень просто. То же самое повторяете со всеми лучами. И вот эта часть, которая также вентилируется очень активно. Друзья, ну что, мы можем сейчас подвести итог. Для того, чтобы летать зимой на квадрокоптере, на вашем вы можете просто бумажным вот таким вот малярным скотчем заклеить все воздуховоды, которые видите. И, соответственно, можете смело запускать его в небо. Единственное, что желательно, чтобы он был из тепла, из машины, то есть, чтобы батарея была теплая. Батарея на большой емкости. Мы сейчас говорим про Phantom 4. По мнению Николая, этот квадрокоптер наиболее, больше всего подходит для полетов зимой. Значит, очень емкая батарея, мощная, выделяет много тепла во время работы. То есть, внутри корпуса во время полета все равно есть плюсовая температура. Да, вот когда вот даже в минус 40 летает, даже у тебя батарейка немножко замерзла до плюс 15 градусов, в принципе, смело можете подниматься. Во время эксплуатации он может нагреться до 22 температур. Например, это нормально. И еще надо отметить, что после полета зимой вам нужно обязательно хорошо просушивать коптер. Для этого что достаточно сделать? Для этого достаточно. Домой приехали, сначала не вытаскиваем его из футляра, получается. Он там, пускай там оттаивает где-то час-два. Это для того, чтобы не появилась влага на платах, чтобы потом у вас не появилась коррозия. Потом достаете коптер и сушите на уровне стола, получается, ни ниже, ни выше. Потому что, если ниже сделать, там, опять же, влага может появиться. Выше сделать, опять же, влага может на уровне стола. Вот ли батареи ставите. Как видите, здесь, допустим, нет батареи, и тут, в принципе, достаточно конвекции, чтобы она высохла. Ну, наверное, на ночь поставить, и, в принципе, все. И, кстати, да, вот такие вот силиконовые шарики продаются в аптеках. Его лучше в сумку положить, чтобы у вас там в сумке тоже не появлялась лишняя влага. Они стоят, по-моему, рублей 30, что ли, вот одна. Ну, если вы покупаете обувь, то там тоже есть. Да. Главное не выкидывать, потом просто в сумочку положиться, и все. Ну, что, друзья, мы сейчас утеплили. Единственный момент, почему я жене обувь много покупаю. Есть выгода, да? Есть выгода, да. Силиконовые эти, на двух этих. Испытано на себе. Ну, и, само собой, сейчас сложно представить себе красивое видео без съемок с воздуха. Субтитры сделал DimaTorzok Испытано на себе. И сегодняшняя речь у нас пойдет не об необычных дронах, которым мы как бы привыкли, а FTV. FTV-дроны. Николай, расскажи поподробнее, что такое FTV. FTV-дрон, ну, существует две версии, почему она называется именно FTV. Первая основная, о которой я исполняюсь, это First Thorsen View. Вид от первого лица. Есть еще вторая, я не знаю, как она называется, но по-русски она звучит как полеты по видео. Именно вот ты смотришь видео и полетаешь по видео, получается. Вот, а FTV, который я больше сказаняюсь, это в First Thorsen View, это вид от первого лица. Вот, когда ты летаешь, ты летаешь, смотря на курсовой камеры, и благодаря этому ты чувствуешь, как будто сам летаешь, как птица. И у тебя на голове находится шлем, получается. Да, получается, да, у меня шлем, но бывает разных видов. Шлемы бывают, на телефон можно подключить, есть и мониторы, и всякие разные. Ну, в целом, самое главное отличие, наверное, для меня, да, то есть FTV-дрон, это более скоростной дрон. Вот, например, у меня есть Mavic 2, он такой больше классический, плавный, максимальная скорость в спортивном режиме где-то около, по-моему, 70 км в час. А в среднем летает где-то 40-45 км, вот. Ну, и, конечно, когда его оставляешь в покое, джойстик не трогаешь, он, благодаря своему позиционированию по спутникам, по компасу, гироскопу находится в одном месте, удерживает, даже если на него влияет ветер. FTV-дрон так может? FTV-дрон так может, если у них на нем стоит какие-то вот GPS-тачки, либо какие-то сенсоры, он может точно так, да. Это дополнительное оборудование. Да, дополнительное оборудование. FTV-дроны, их существует очень много разных классов, видов, получается. У нас вот сегодняшний день представлен вид синий вук. Он предназначен для таких плавных полетов внутри помещения, для таких съемок, как внутри здания, опять же, повторяюсь, внутри здания, там, пролетов через какие-то вот проемы. Да, это как раз, да? Да, для новичка это как раз вот, ну и то, что новички, но вот и профессиональный вот на нем летают. Лучно, наверное, на нем обучаться, то есть если у него скорость меньше, да, где-то сколько, 70, да? Да, примерно 70 километров в час. Здесь же FTV-дроны, которые очень быстро летают. Да, у меня есть дрон 7-дюймовый, я на нем разгонялся до 250. 250, да. Вот. Так, ну, сегодня мы, наверное, будем летать без экшн-камеры. То есть есть возможность, давайте покажем тоже нашим зрителям. Здесь у дрона есть своя камера, да, курсовая, да, как ты говоришь? Это курсовая камера, вот благодаря которой ты видишь. Да, все видно, видишь. А это дополнительная камера, да, благодаря которой можно снимать. И она находится вот под углом небольшим, да, то есть дрон, если, например, летит вперед, он где-то вот так и снимает, да, то есть под угол. И у него нету, как на Mavic, тех же какого-то гироскопа. Гироскопа, да. Ага, все так. Вот, и у него есть пазные батарейки. Астана, основного паза нет, да, здесь? Основного паза нету, это делается для того, чтобы на нем можно поставить разные батарейки, разных емкостей. Получаются большие батарейки, маленькие батарейки, смотря как будешь летать, да. Потому что чем больше батарейка, тем он тяжелее. Ага, тем больше энергии на полеты. Да, не то чтобы на полеты. Под разные задачи, если ты у тебя, когда вот здание снимаешь, и у тебя там большой какой-то крем получается, лучше вставить маленькую батарейку. Это делается для того, чтобы у тебя инерции не подбросило к сине. Угу. Вот. Ты еще центруешь, да? Да. Получается, вот у нас вперед слишком идет. Так, давай, помогу тебе. Нормально. Автомат, автоматов. Тоже хорошо. Хорошо. Ну, на Акро для тебя пока рано. Чтобы вы понимали, друзья, по идее, прежде чем вообще прикасаться к такому дрону, нужно делать налет именно в виртуальной реальности, да, на компьютере сколько, примерно, месяц, наверное, да? Ну, недели хватает, по идее. А, недели. Недели хватает, да. Каждый день делать налет подобный. С Николаем мы как-то снимали ледокол, и там я пробовал, у него был FPV-дрон DJI. DJI FPV, да. DJI FPV, вот. Но он, по-моему, тоже был с какими-то безопасными настройками. Да, безопасным. Я тебе там подключил режим Mavic, получается, режим, который ты... Такой более-менее ровный. Да, более-менее ровный. Он сам уже по сенсорам, по гироскопу уже сам выравнивает, ты просто даешь ему направление. Да, и ты еще мне дал надежду, что я думаю, ничего себе, я, оказывается, умею летать на поле. На FPV, да, то есть в первом разе. Ну, сегодня чуть посложнее, да, у нас будет, значит. Посложнее именно в том, что в отличие от Mavic, ты даешь оборот сам. Получается, у тебя же тут, например, когда на Mavic летаешь, вот наверх и вниз, а тут наоборот, гашетка сначала внизу стоит, и ты даешь мощность двигателям, чтобы он летал. Чем быстрее хочешь, тем выше хочешь, тем выше надо делать. И, ну, посчитай, такое же это по плоскости. По горизонтали, да? Да, по горизонтали, да. Сюда пошел, сюда пошел. Вперед? Да. Наклоны налево-направо, вперед-назад. И этот, так же вот, а это уже поворот, спасибо. Ну что, попробуем? Давай попробуем. Ага, ну давай этот, я тебе сначала покажу. Так. В случае, если джойстик будет вдруг включен уже в высокое положение, он поймает сигнал и сразу полетит, да? Нет, у него там защита стоит, защита есть. Такой музыкальный дрон. Так, все, подключился. И смотри, защита стоит в том, что включение мотора стоит на отдельном кнопке, да? Вот выключил, включил, выключил. Вот, у нас сейчас режим харазин. Сейчас я включу, взлечу, немножко вот полетаю и обратно сюда. Насколько хватает этой батарейки? Этой батарейки примерно, ну, с экшн-камерой он примерно 3-4 минуты, без экшн-камер где-то 8 минут хватает. А, совсем немного? Ну, это маленькие батарейки. Маленькие батарейки. Ага. Что такое? Ну, кто что? А, ты так поймал? Я думал, как фини. Это я понтую. Так, Николай. Николай. Ага. В случае еще со спиридроном надо понимать вот немножко аэродинамику. Когда ты летаешь, он создает, получается, под себя вот воздушную подушку. Благодаря которому, ну, давлению воздуха, благодаря которому поднимает. Ага. И если он слишком внизко летает, получается, эта воздушная подушка рассеивается. И благодаря, и не то что благодаря, и из-за этого его начинает вот так немножко раскачивать. Прыгает немножко. Да, начинает прыгать. Вот, вот это учитай. Когда будешь сейчас так. Хорошо. Так, а вот так ловить обязательно? Нет, не обязательно. Когда будешь садиться, ты просто этот, вот, спустись и помедлено этот, гашеткой вниз. Гашеткой вниз. Да, хорошо. Так, ну что, волнение, волнение. Первый раз. Первый раз, второй раз. Второй раз. Ну, получается, первый раз. Первый раз, да? Тот раз ты в нее поставил режим такой, безопасный. Так, вот, так, ладно. Самое главное, смотри. Я тебе советую держать вот так. Вот так вот, получается, ты больше, ты лучше будешь, да. Не то, что чувствуешь, да, вот, ты будешь чувствовать пульт намного лучше, чем вот так вот, например. Потому что указательные пальцы, они более чувствительные. Да, да бог все чихнет, он получил. Все, я понял. Так, хорошо. Так, кнопка включения, вот, да? Ну что, поехали. Так, сейчас присоединиться. Должен перестать моргать, да? Так, поехали. Плавненько где-то. Сантиметров на 30 поднимись. И летай по плоткох, вот, так вот. Почувствуй, как он летает. Когда он где-то пускается, ты газ держи, не поднимай наверх. Что? А, не... Да, не газуй, не газуй. Не газовать. Не поникуй, сам этот выровняется. Слушай, ну очень сложно его поддержать в одном положении. То есть он... Получается, ты полетом управляешь где-то на 90%. А почему так делаешь? Это мы... Нет, опять, воздушная подушка теряется, и из-за этого начинает вот раскачивать. Ну и как бы он настроен под... Для того, чтобы летать вот с экшн-камерой, а без экшн-камеры он немножко по-другому настроен, из-за этого начинает качаться. Не паникуй, не паникуй. Это с утровкой батарейками неправильно. Я понимаю. Так, что-то, сеть, да? Да. Или... Да, попробуй сеть. Да, попробуй еще так, влево-вправо поворотить. А, вот он вырыгнулся, кстати. Да, вырыгнулся. Не, я хочу батарейку нормально поставить, чтобы он не касался. Я приземлюсь. Эээ, куда? Фу, какой стресс-то. Слушай, ну, да, очень-очень-очень сложно. То есть, из-за центровки вот сложность... Да, он вот так вот начинает. Да, вот батарейка чуть-чуть вперед сместилась. Ну и почему? Чуть-чуть. Интересно. Надо еще отметить, что, друзья, сколько стоит этот дрон? Насколько высокая у меня ответственность сейчас? Ну, примерно 1050, наверное, будет стоять. 1050. То есть он собран из разных часей около 20 тысяч. Но это еще ладно. Мы находимся в студии пространства, где одна лампа, наверное, стоит, как, наверное, 10 таких дронов. Да-да-да. Так. Сейчас. Давай, попробуем еще раз. Так. Сейчас чуть-чуть уже, чуть выше, подмеси, вот на уровне. Лестница, давай. Где-то по пояс, да? Да, по пояс, получается. Так, хорошо. Что-то он еще не законнектился. А, вот. Фух. Ой. Как на манике взял. Это очень сложно. Надо постоянно, да, получается, джойстиками подруливать. Да. Да. Так, газу дам. Угу. А, по-моему, дело в батарейке. Батарейка? Да, батарейка. А, тогда сажает? Угу. Почему-то в нижнем положении он газу дает еще. Угу. Это самое простое, да, упражнение. Взлет и посадка, как говорится. Самое основное. Самое основное. А, ну да. Так. И получается, потом уже тебе надо будет сейчас обучиться на тренажере. Примерно, ну, я тебе даю срок где-то неделю. Выдам тебе пульт. Вот. И ты будешь летать каждый день. Будем созваниться по виде связи, чтобы я контролировал тебя там какие-то эти, ну, по всему. А, я-то думал, мы в течение одной программы сможем. За один день. За один день. Ну, за один день ты вот видишь, освоил взлет и посадку. Взлет и посадка. Да. Ага. То есть пульт надо поставить, подключить, установить виртуальную программу, да. А в очках или на экране? На экране. На экране. Ага. Ну, и сейчас еще попробуем тебя с очками. Давай. Сейчас вот ту дверь откроем, и ты пролетишь ту дверь. Телёжу? Да. А давай с камеры. А, нет, наверное, не надо, еще дороже ставить. Да, сейчас эту другую батарею поставлю. Так, давай. У тебя сколько батарейщиков? Ну, и сейчас третий будет. Испытано на себе. Погнали. Сейчас у нас второй полет. О, уже серьезный, да? Да, уже серьезный. Ты уже сейчас почувствовал, как дрон летает. Так, все. Самое главное, вот смотрите, человек летает в первый раз на FV-дроне, получается самозаборном. Вот. Сейчас ты будешь летать с помощью схема. И задача пролететь вон туда и сесть. А в этой комнате или в следующей? Следующей. Фото на документы? Да. Самое главное, не разгоняйся, помедленнее. Ой, что-то нажал. Ничего страшного. Изображение видишь? Да, нет, DJI вижу. Сейчас подключится. А, здорово, не включен. Ой-ой-ой-ой, прямо. А можно на стульчик сесть? Мне кажется, это как виртуальной реальности, да? Упадёшь на меня, да? Точно надо было на стульчике. Да, давай. Я уже чувствую, что сейчас это меня поведет. Ну, давай. Ты птица, неужели не бываешь? А, тоже нету здесь пинки, да? Нет. Так. Рэк, запись ввода. Ага, под правую руку. Вот теперь зрители наши, что вы видели. Так, теперь это внизу. Так же, не спеша. Смотри, если тебя куда-то поведет, гашетку вниз газа, правда, да. Спускаю вниз. И пусть ничто если даже упадет. Да, ничего страшного. Армутс написан, ничтоси. Так, погнали. Очень. Адин стоит вообще передо мной, да? Да, перед тобой. Чуть-чуть поднимите над землей, чтобы можно было лететь из вечера. Да. Вот она поднялся. Ой-ой-ой. Не бойся, не бойся, ты нормальный идти. Я тебе расскажу, когда вниз. Да, вот. Человек на меня смотрит в кабинете. Все нормально, нормальный идти. А тут вот стрелочка, это ровно туда и ничего. Да, 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 вот. Ребята, он... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вперед, вперед, вперед. Не получилось. Когда вперед летишь, чуть увереннее лети, хорошо? Чуть увереннее. Да, вот это правая же рука, да? Правая рука. Чуть-чуть уверенности добавь. Легко тебе говорить, да? Профессионалом. Так. Хорошо, хорошо. Да, вперед. Первый этап есть. Да, ух ты. Сама выключается? Да. Или сломалась? Нет, это сама, наверное. Да. А, он, получается, почувствовал, что уровень... Да, да. Что еще хочешь, чтобы я полетел? Пока не получилось. Беспощадный. Давай. Так, ладно. Ну, уже лучше, да? Угу. Так, а что не пошло? Еще раз. Ну, а поувереннее, да, быть, пероще? Да, чуть-чуть уверенности, да. Ну, не так высоко, спичка ниже. А камера чуть по-другому стала как будто, нет? Центр, да? Нормально, нормально, да? Если ты в череде не видишься, значит, он все отлетает. Ух! Стоп! Угу. Жесть, 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 жесть. Все? Выключай, выключай, выключай. Да. О, боже. Так. Что там было? Нормально? Нормально. Я предлагаю это, Николай, я понимаю, что вы меня верите, но дайте мне время. А что, куда вы, что так сложно? Сейчас училась. Просто пакет. Пакет за ним, так вот. Я вообще, Николай предлагал поставить стойки вот здесь и между ними полетать. А он в меня поверил. Что, сильно? Не, нормально? Включить в обратку. Не, не могу. Все, да? Все. Давай сейчас по-другому сделаем. Как я предлагал, да? Да, как ты предлагал. Стойки поставить. А он нормальный целый? Да, нормально. Так, ну, сейчас все-таки решили действительно поставить тут вещи. Когда летишь, смотришь в очках, тут, ладно, видно, да? То есть я вижу, что там метр до вот этой тубочки, там, 3-4 метра там до туда, да? То есть, а когда в очках, я не вижу боковые, ну, как нет такого зрения периферийного. Я вижу, что, ну, вперед надо лететь. Вот, и не заметил пакет. Но там я, наверное, ничего бы не сделал. Так, сейчас мы поставили такие вот стойки. И что он будет сделать между ними тогда? Да, надо будет пролететь между ними прямо в очках, да? Да? А давай, чтобы уже и смотреть. Может, так? Нет, давай сюда. Ты сядешь вон там. И задача такая, чтобы вот пролететь вот здесь вот так вот. Развернуться и вокруг какого-нибудь вот пролететь. Ага, хорошо. Еще это боком, да, сделать надо? Да, боком. Самое главное, не дергай. Сейчас у тебя большая ошибка была в том, что ты начал дергать, получается. Стиками из-за этого ты залетел слишком высоко и потерял управление. Ага. То есть, ни в коем случае вот так не делаю. Да, да, да. Получается. Но почему-то кажется, что если он вниз падает, хочется ему газу дать. Нет, ты держи, самоглавный держи, он сам выровняет. Сам выровняет, да. По идее стоит режим новичка. А что это значит? Да, ты слышишь? Да, да, да. А что-то у меня здесь другая картинка. А то, что я запись нажимал, она сохранилась? Да. И не отжимал запись. А, не отжимал, да. Да. Ну, посмотрим. Запись нажми. Запись пошла. Так, я 44 градуса. Так, поехали, да? Пальцы, как я показывал. А, да. Все время. Ой. Сейчас уже, сейчас, уверенность немножко взбать. Слишком уверенно, да? Да. Он медленно будет летать. Плавнее, плавнее. Ну, как будто... По оси крутишь ты уже? По оси. А? По оси тоже крутись. Тут лево-вправо. Да, слушай, очень сложно. Давай, или... Мне кажется, что я прям под стойкой стою сейчас. Не, нормально, судя по видео. Не, да? Когда ты будешь над ней, просто ты видишь, ты сейчас уменьшился до размеров этого дрона. Ага. Ты должен почувствовать ее габаритой, и тогда нормально будет. Ну, я нормально, там безопасно, да? Да, нормально. Телкни. Ой, 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 ой. Писком высоко поднялка. Блин. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Товрачки, товрачки. Ну, это циклорама, да? Да, да, циклорама. Нормально. Лети вперед. Ага, вот, разворачивайся. Ага, поворачивайся. Поворачивайся. Не дергай, не дергай, плавнее, плавнее. Раз, вернись. Вперед. Ну, пока, на сегодня можно это. А что случилось сейчас? Я задел что-то? Получается, смотри, что случилось. Я врезался в эту, да? Да, ты врезался в стойку, зацепился, и он начал, ну да, вращаться, как бы, он хотел выровнять сам себя, он же не знает то, что врезался, хотел выровнять дрон, и за это вот оборот повышается, да, это ничего страшного, но, по идее. Ух, держи. Да, друзья, ну что, сейчас, получается, это на самом деле время не одного дня, я сейчас понял, да, уже на себе. Да, испытал на себе первый день, да, получается, мы сейчас поедем забирать для тебя пульт, и где-то неделю ты будешь тренироваться, и после недели мы еще посмотрим, как это будет. Ну тут, еще, наверное, маловато места, как думаешь? Не, место как раз, как раз. Да, я тут, наверное, время сколько не летает. А, давайте попросим, да? Батарики силе. Не, ну, давай этот, в следующий раз посмотрим, как я летаю, а потом, как ты летаешь. Хорошо. Друзья, ну, для вас это будет буквально несколько секунд, для меня это будет целая неделя, где я буду репетировать, тренироваться, ну, и сейчас посмотрим, что из этого вышло. Ничего, пожелаем удачи. Спасибо. Уже в одном из следующих выпусков передачи «Испытано на себе» мы посмотрим, насколько хорошо у меня получилось овладеть управлением FPV дрона, с какими сложностями я столкнулся, и узнаем еще больше интересных фактов о съемке с воздуха. Это был проект «Испытано на себе». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин